Октябрь радует первым снегом жители города Ульяновска и Ульяновской области. Но это не мешает неравнодушным гражданам, членам администрации города и учителям музыкальной школы сегодня благоустраивать свой школьный двор. Как прошло благоустройство, в чем заключалось мероприятие, расскажем далее. Виктор Хазов работает в школе искусств номер 12 уже долгие годы. Начал карьеру в качестве преподавателя актерского мастерства. Теперь трудится в должности замдиректора по хозяйственной части. За эти годы школа стала для Виктора Анатольевича вторым домом. Именно поэтому герой считает, что благоустройство своего названного дома – дело важное. Достаточно начать с малого – провести субботник. Массовый субботник, который касается не только обрезки цветов, уборки территории, но и посадки роз. Нам привезут порядком 50 кустов роз, которые мы разбиваем в лунки, закупили торфяник, чтобы подкормку подсыпать. И хотим разбить такой цветник. Мероприятие стало возможным благодаря активистам организации «Многодетное счастье». Акция «Посади розы, сделай мир ярче» проходит не впервые. Ранее активисты высаживали цветы у церквей и мечетей, засаживали городские парки и скверы. Руководство движения сообщает – все розы приспособлены к холодной погоде. Сажать можно без риска для цветов. Я так думаю, что мы сажаем на тех территориях, где непосредственно люди будут о них заботиться, укрывать, ухаживать, соответственно поливать. Поэтому я думаю, что акклиматизация, посадка и укоренение пройдет отлично. В мероприятии приняли участие самые неравнодушные граждане. По словам участников субботника, благая цель всегда объединяет людей. И вот сегодня, присоединившись к такой акции, как высадка роз, тем самым они не только для своей территории сделают такой своеобразный подарок, но и для всего микрорайона. Сюда приходят жители близлежащих домов, они отдыхают, они вместе с нами празднуют мероприятие. Посмотрите, сколько неравнодушных жителей. Подобные высадки роз проходят при поддержке ульяновского бизнеса. На очереди следующая цель – храм Покрова Пресвятой Богородицы.